Уважаемые коллеги, мы продолжаем наше пленарное заседание. Очень приятно предоставить слово профессору Эдварду Бюргеру с выступлением «Ценность доказательств. Наследие Арчи Кокрейна». В последние 50 лет мы стали свидетелями растущего интереса к доказательной базе медицины. И это указывает на увеличивающийся интерес к научному пласту, на котором существуются медицинские решения и меры. И основной вопрос заключался в эффективности деятельности врачей. Фраза «Доказательная медицина» применима к вращениям по отдельным практикам и созданию клинических руководств. Термин «Доказательный» был впервые, скорее всего, использован доктором Дэвидом Эдди в своей статье в журнале «Американская медицинская ассоциация в Марте» на 1960 году. Эпидемиолог Эльвин Файнштейн в своей книге под названием «Клиническое суждение», опубликованный в 1967 году, сделал акцент на том, что он считал предубеждениями в клиническом суждении. Пять лет спустя Арчи Кокрейн опубликовал свою хорошо известную работу под названием «Эффективность услуг госздравоохранения». И Кокрейн был свидетелем роста медицинских ресурсов и процедур в Великобритании и считал, что большая их часть не имела достаточных доказательств, чтобы оправдать свое использование. И он беспокоился об эффективности практикующих докторов и ту цену, которую приходилось платить за это обыкновенным гражданам. И эти факторы до сих пор присутствуют. Сами пациенты и также врачи, последователи Гиппократа, ожидают, что то, что делают доктора, имеет правильное обоснование. И стоит есть основания полагать, что интервенция порочит улучшение в здоровье за время течения болезни. Что касается Соединенных Штатов, мы впереди планеты всей, в этом отношении, мы тратим 20% нашего ВВП на все аспекты медицинского здравоохранения. И данная история, она вызывает очень сильный интерес к эффективности медицинской практике, то, что она делает, и требует адекватного инструмента для оценки доказательств. Посмотрим на новые терапевтические лекарства. То, что мы видим в США, это новая история. Посмотрим, скажем, на статью в медицинских журналах. Стоит заметить, что цена медицинских лекарств крайне высока, и она превышает стоимость на их развитие и их ценообразование, оно превышает их уместность и релевантность. Признание должной фактической основы для медицины и медицинских руководств, оно оставляет вопрос интеграции данного фактического материала в практику. Здесь есть два компонента, две составляющие. Это эксплицентное систематическое использование, интеграция новых исследований и новых находок, мы вместе с существующей информацией понимаем, и также мы должны убедить людей, практиков, отойти от традиционных моделей действий и точек зрения. Как уже было сказано господину Чалмерсом и его командой, большинство ученых действуют по принципу двойных стандартов. Они применяют колоссальные усилия для того, чтобы обредать определение своим методам, для того, чтобы снизить количество предубеждений и ошибок в своих докладах. Но часто они не применяют науковые принципы в их дискуссиях того, как новые доказательства согласуются с той информацией, которая была до этого доступна. Очень важно, что его большой интерес и деятельность в доказательстве валидности и значении новой науки в медицине также идет параллельно с развитием биологической науки самой. Когда я готовился к данному собранию, я посмотрел на создание и печатные работы его, когда я еще был студентом медицинского университета, патологии и гистологии занимали двумя важными элементами его учебной программы. И автор один из учебников по патологии, Паленко WFA, это сказал в своем тексте в следующем, в 1955 году, то убеждение, что медицина является до сих пор искусством, он очень долго живет, от него сложно избавиться. И как вы думаете, это может повлиять на продвижение клинической практики в будущем? И об этом можно судить, о том, как стереотипное лечение болезней, какой проблемой это являлось на протечение многих веков? Из освещения феномена молекулярного биологического уровня с помощью работ, которые были выполнены в 1970 году и до того веселого момента, они имеют огромный вес для онкологии и стали основой борьбы с ВИЧ и СПИД. И понимание, растущее понимание межклеточных процессов и сигнальные системы клеток и рецепторов и сигналов предоставляет нам новые возможности для терапевтической интервенции. И все это стало возможным определенные таргетинговые терапевтические интервенции и также адаптации терапии к особым генетическим средам. Здесь в прекрасном стоит отметить, что здесь очень хорошим примером является то, что методопатическое злокачественное меланома также является хорошим примером. Успешная терапевтическая интервенция в данном случае зависит от понимания биологических механизмов, которые предотвращают иммунную систему, а именно те лимфоциты и ее работу с взаимодействием с патологическими клетками рака. И также стоит сказать, что практика медицины, она разбита на части, в ней очень много специализаций, никто не может знать все, и это имеет свои последствия для интеграции здравоохранения, особенно для пациентов, с множеством запустующих заболеваний, также комбинация растущих знаний в области науки, в медицине и возможности засекать, находить малые, тонкие и функциональные изменения в человеческом организме. И все это привело к тому, что мы называем гипердиагностикой, и иногда такие интервенции могут быть вредными для человеческого здоровья. И сейчас я вернусь к теме нашей встречи, это характер и качество, и толкование доказательств, которые основаны на фактах, за которые подпирают медицинские решения и суждения. Разумеется, уважение к валидности имперических наблюдений, с этим нельзя поспорить. Это одно из огромных вкладов Арчи Кокрейна, и он всегда подчеркивал важность рандомизированных, контролируемых клинических исследований. Данный процесс, он указывает на вызовы, с которыми мы еще не справились. Они происходят из растущего количества доказательств. Первое, что здесь нужно отметить, это эффектно-структура медицинской практики, толкование мелких структурных и функциональных отличий от нормальных показателей и последствий для болезней, и также беспрестанный поиск правильного баланса между наукой и искусством науки. Я также поздравляю институту Хорейн за то, что они выбрали Казань, и Казань из ФФУ, и также кафедра фундаментальной клинической фармологии, что сейчас они будут поступать в качестве Северного Кокрейнацкого центра филиала в России. Большое вам спасибо. Спасибо большое, Эд. Есть ли вопросы, уважаемые коллеги, нет? Я с большим удовольствием предоставляю слово профессору Медведеву Олегу Стефановичу для выступления «Принципы доказательной медицины в профилактике неинфекционных заболеваний» Московский государственный университет, кафедра фармакологии России. Уважаемые коллеги, прежде всего я хотел бы поблагодарить членов оргкомитета за приглашение, и я очень счастлив быть на этой трибуне, потому что меня как бы исторически много связывает с этим симпозиумом. Мы были одни из первых в России, кто организовал факультет фундаментальной медицины в Московском университете. Мы начали в 92-м году. И сейчас мы видим, как эта идея распространяется по России, и то, что происходит в Казани, просто удовольствие видеть прекрасные залы, молодые слушатели. Это то, что нужно для дальнейшего развития этого направления. Позвольте перейти мне, собственно, к докладу, тем более, что он перекликается с докладом доктора Фон Эльма о общественной медицине. Поэтому я, собственно, перехожу уже к докладу. Последний отчет или репортаж Всемирной организации здравоохранения, который был опубликован в этом году, вот представлена его титульная страница в январе этого года, он посвящен проблеме и статистике заболеваемости неинфекционными заболеваниями, то есть теми заболеваниями, на частоту появления которых мы можем оказать активное воздействие. Вот данные по 50 странам, наиболее богатых стран, и в том числе Россия. К сожалению, данные по России самые плохие из всех 50 стран, представленных на этой диаграмме. У нас смертность от неинфекционных заболеваний в возрасте у людей от 30 до 70 лет, это самая активная часть как бы населения, почти 30. Тогда как в Европе мы видим Италию 9,8, Израиль 9,5, Финляндия 11,2, практически в три раза меньше. И это полностью перекликается с результатами, которые нам показала на предыдущем докладе Гюзель Олымбекова, доктор, профессор Олымбекова. Значит, нам предстоит очень многое сделать, и я думаю, что все, что способствует уменьшению появления неинфекционных заболеваний, мы должны взять в арсенал наших инструментов. Если говорить о факторах риска, смертности, в общем, развития хронических неинфекционных заболеваний, то здесь хорошо известны факторы табака, курение, избыточное потребление алкоголя, неправильное питание и низкая физическая активность. Я бы хотел в своем докладе прежде всего остановиться на неправильном питании, несбалансированном питании. На мой взгляд, это довольно такая острая тема, которая крайне важна для России, особенно в настоящее время. Если говорить о подходах доказательной медицины, то они хорошо разработаны для классических медицинских исследований, когда мы изучаем новые лекарственные средства, мы изучаем новые методы лечения, и технология, методология таких исследований, подготовки и проведения рандомизируемых, контролируемых исследований, и проведения составления систематических обзоров, она весьма хорошо разработана, и мы все свидетели этому, и, так сказать, этот симпозиум как раз подтверждения этому. Ситуация несколько меняется, когда мы говорим о питании. В чем основное различие? Ну, во-первых, продукты питания жизненно необходимы, и не можем мы создать контрольную группу, которая месяца или два была бы без потребления продуктов питания. Они контролируются многочисленными физиологическими механизмами, что не свойственно для большинства лекарственных препаратов. У нас имеет большое значение базисное наше состояние, что мы ели до того в течение длительного времени, и сейчас понятно, что это влияет на микробиом, содружество микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте, и так далее. Это очень важные моменты, а лекарства мы, как правило, делаем в период washout, когда у нас нет приема на определенное время, мы начинаем с нулевой точки. Все это приводит к тому, что эффекты от изменения питания, как правило, маленькие, и побочные эффекты также незначительные, поэтому мы все работаем на пределе достоверности, на пределе достоверности, которые сейчас разработаны. В чем различие еще проведения исследований, рандомизируемых, контролируемых исследований в случае исследования препаратов, терапевтических препаратов, и в случае исследования нутриентов? Мы видим, что группа, которая выбирается с той или другим заболеванием, как правило, это 100%, это подбор группы, и в то же время это нулевая величина для тех исследований, когда мы работаем с препаратами. Я не буду рассматривать всю таблицу, скажу только главное, что для того, чтобы получить приблизительно сходные уровни достоверности, нам нужна значительно большая группа испытуемых. Если для лекарственного препарата мы можем ограничиться 64 пациентами, то для исследования в области питания нам нужно более 700. И кроме того, очень сильно отличается стоимость проведения этих исследований. Средняя стоимость проведения рандомизируемого, контролируемого исследования с препаратами 1,3 миллиона долларов, а проведение исследований, связанных с питанием, более 15 миллионов, то есть на порядок отличается больше, чем в 10 раз. Поэтому их тяжело проводить, дорого проводить, но проводить надо, почему? Потому что результаты этих исследований, они касаются каждого из нас. Не только группы заболевших, как в случае с препаратами, они касаются каждого из нас. Вот современные подходы к оценке рисков и достоверности показывают, что как правило, достоверность, надежность получаемых результатов при исследовании препаратов выше, а при исследовании факторов питания она ниже, она более размыта, но тем не менее, даже с этого уровня необходимо получить эти данные для того, чтобы можно было принимать некие административные решения уже на национальном, скажем, или региональном уровне. В итоге мы приходим вот к такой ситуации, что даже для лекарственных препаратов, даже для продуктов питания мы должны понимать риски каждодневного их приема и преимущества. Значит, это то, что пока у нас не укладывается в голову, но вот так бы мог выглядеть ресторан быстрого питания. Надо трезво относиться к тому, что мы потребляем. Я хочу остановиться только на одной части, которая касается продуктов питания, это жиры, потому что там произошли кардинальные изменения. Наше отношение во многих случаях изменилось на 180 градусов. Вот история жиров. Когда было открыто влияние холестерола на образование атеросклероза, открыты были факторы регуляции липопротеиней низкой плотности, высокой плотности, так называемой хорошей и плохой холестерины, то мы старались уменьшить потребление насыщенных жиров. И когда я учился в медицинском институте, это было общее правило, нас учили, что необходимо уменьшать потребление сливочного масла, а лучше есть маргарин, это более правильно, более здорово, и это приведет к уменьшению атеросклероза. На самом деле жизнь оказалась сложнее, и где-то в 90-х, начиная с 80-х, а особенно в 90-х годах, было показано, что трансжиры, которые бывают в маргарине, которые являются продуктом частичной гидрогенизации жидких растительных масел, они наиболее опасные для здоровья компоненты. То есть то, что мы говорили в 80-х годах, сейчас прямо перечеркнуто, и мы говорим, что это самый опасный компонент продуктов, который сейчас есть. И поэтому встает вопрос, что его надо чем-то заменить, и мы обратно возвращаемся к насыщенным жирам, и начинаем на них смотреть снисходительно, и мы увидим, как меняется отношение общественное, в том числе и к насыщенным жирам. Вот работы последних лет, посвященные в том числе и жирам, это Evidence-Based Nutrition Principles, мы видим здесь. Что же было показано в этих исследованиях? В этих исследованиях было показано, что уровень достоверности A, то есть самый высокий, который можно получить при проведении рандомизируемых, контролируемых исследований, он относится к относительно небольшой группе нутриентов. И если касается жира, то вот здесь достоверно показано, что лучше потреблять менее 10% калорий с жирами вообще. И вот здесь еще говорится о том, что холестерол желательно потреблять не более 300 мг в сутки, холестерина. Но как мы увидим, вот с этой работы 2002 года даже это положение уже оспаривается, и я покажу, в чем это проявляется. Вот очень важный график, очень важный слайд, который сейчас переходит из одной публикации, из одного обзора в другую. Что здесь показано? Здесь показан риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, когда 1% суточных калорий, 2 или 3, обеспечиваются жирами разного состава. Так вот, красное, самое опасное, это трансжиры. И мы видим, что если 2-3% трансжиров есть в нашей диете, а это что такое? Это сладости, это конфеты, это шоколад, это торты, это то, что любят девушки и так далее. Значит, вот оказывается, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 40-50%. Самое опасное, значит, чем бы мы не заменили теперь трансжиры, насыщенными жирами, мононенасыщенными, полиненасыщенными, эффект будет положительный. Значит, вот главное, что в науке о жирах нам стало понятно. Вот результаты последних исследований 2014 год. Что мы видим? Общее количество трансжиров, большое количество испытуемых, больше 155 тысяч, и мы видим на 16% увеличение риска развития коронарной болезни. Значит, это определено, в это можно верить, и исходя из этого, хотелось бы видеть некие изменения в нашем отношении к этим трансжирам. Пока, к сожалению, мы в России этого не видим, несмотря на то, что эти данные известны, несмотря на нашу большую активность в Государственной Думе, в Министерстве здравоохранения, на всех симпозиумах, пока ничего не происходит, и у нас по-прежнему в маргаринах можно иметь до 20% трансжиров. Это как бы разрешенная официальная норма в России. Вот данные, которые показывают, что уровень хорошего, так называемого, холестерина, липопротеидов высокой плотности, увеличивается, если мы трансжиры заменяем даже пальмовым маслом, и становится лучше на 5%, риск снижается на 5%. Мы все с вами живем в России, и мы видим эту чудовищную пропаганду вреда пальмового масла. Она ни на чем не основана, она прямо противоречит этим научным данным, и когда мы пытаемся как бы говорить с точки зрения науки, нам говорят, что вы враги России, я получил письмо, где говорят, вы пятая колонна, вы враги России, как вы можете говорить, мы все знаем, что это яд. Пальмовое масло это яд. Оказывается, очень тяжело теперь те данные, которые доказаны наукой, ввести в область понимания и знания простого человека, и, к сожалению, это доходит до самых верхов в нашей государственной машине. Показываю пример систематического обзора, который недавно опубликован. Авторы отнюдь не из Азии, не из Малайзии, не из Индонезии, которые производители, авторы итальянцы Елена Фаторе, опубликованы в 2014 году в уважаемом журнале American Journal of Clinical Nutrition. Вот, как бы, заглавие этой статьи. Что в выводах автор говорит? Автор говорит, что, как и в любом жире, от пальмового масла могут быть и плюсы, и минусы, но, если мы заменяем пальмовым маслом трансжиры, у нас только положительные эффекты. Значит, это только польза для здоровья, мы уменьшаем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, вот, к сожалению, это никак не доходит до уровня, так сказать, принятия решений. Я показываю динамику основных рекомендаций, которые сделаны, выпущены в Америке. Они меняют рекомендации Nutrition Guidelines каждые пять лет. Вот мы видим каждые пять лет, начиная с 80-го года. Вот, как они относятся к жирам. 80-й год избегать слишком большого количества жиров. Потом общее количество мы снижаем, снижаем 30, не больше 30 процентов. А вот то, что должно выйти в декабре этого года, это рекомендации 2015 года. И сейчас идут бурные обсуждения, и все склоняются к тому, что не должно быть верхнего предела приема жиров при здоровом питании. Вот так, когда мы следим за результатами научных исследований, наши знания должны быть гибкими, они должны следовать за результатами науки, они не должны быть законсервированы. Мы должны отслеживать, что говорит современная наука. И мы видим то же самое с холестерином. Мы всегда говорили, что надо потреблять не более 300 миллиграмм в сутки. Последняя рекомендация, нет верхнего предела по холестерину, поэтому все этикетки без холестерина, низкохолестерина, они существенного значения не имеют. Почему? Потому что биохимики хорошо показали, что главное во влиянии на уровень холестерина, это та биохимия внутренняя, это соотношение обмена холестерина внутри организма, а не то те миллиграммы, которые мы можем потреблять с пищей. большого значения не имеет. Мы можем потреблять 100 миллиграмм на уровень холестерина в организме. Вот данные, когда на национальном уровне эти научные результаты, доказательные доказательные медицины переходят в практику и имеют отношение ко всему населению, скажем, на примере Соединенных Штатов Америки. Покажу, позволю себе показать еще один слайд. Пациент на приеме врача и врач ему говорит, знаете, хорошие новости, ваш холестерин остался на прежнем уровне, но результаты научных исследований в корне изменились. Значит, вот такой парадоксальный ответ, но он очень правильный, то есть мы должны следовать за результатами доказательной медицины. Будущее, как нам видится, будущее доказательного питания, оно так сейчас и называется evidence-based nutrition, хотя мне больше нравится то, что предлагают наши коллеги из Швейцарии, доказательные факторы, влияющие на общественное здоровье, это правильно. Мне кажется, что постепенно мы будем уходить от доказательного питания популяции, персонифицированной оценки рисков. Важно для каждого, что мне рекомендовано, с учетом особенностей моего организма, потому что мы все разные. Нас определяют по анализу наших генов, и мы четко отличаемся один от другого. Значит, повышение достоверности оценков рисков за счет более объективной регистрации основных характеристик питания. Почему? Потому что в основном все исследования сейчас, они основаны на опросниках. И человек вспоминает, что он ел неделю тому назад, что он ел месяц тому назад, и так далее. Сейчас жизнь изменилась, мы сейчас это можем все объективно регистрировать. И этому будет способствовать широкое внедрение мобильного интернета, смартфонов, в качестве периферических сенсоров, датчиков и систем передачи информации. То, что называется М-Хелс, или мобильного здравоохранения. Хочу еще показать, насколько это движение сложным. нельзя ожидать, что мы сейчас примем правильные решения, и на завтра длительность жизни в России увеличится на годы. Показываю исследование, которое было выполнено в Дании, очень интересное, в общей сложности больше 100 тысяч испытуемых, Effects of Screening and Lifestyle Counseling. Что было выполнено в этом исследовании? У 60 тысяч человек проводился скрининг, и затем в течение 5 лет постоянно обследовались они, давались советы по здоровому образу жизни, что нужно увеличивать физическую нагрузку, что нужно сбалансированное питание, и так далее, и так далее. А через 10 лет провели заново все исследования. Вот результаты, которые были получены. Скрининг факторов риска с последующей пятилетней программой обучения, мотивации, изменения стиля жизни, через 10 лет не влияло на частоту появления ишемической болезни сердца, инсультов или смертности на популяционном уровне. Значит, почему это происходит? Это происходит потому, что самое сложное, что у нас есть, мне нравится эта американская фраза, я ее слышал, работая в Америке, что самое инерционное, что у нас есть, это между ушами. Нам очень тяжело изменить привычки, то, к чему нас приучила мама и так далее. Значит, вот это изменить крайне сложно. И это исследование показывает, что, несмотря на 5 лет активного участия в такой программе, в результате через 10 лет мы не видим никаких результатов. Что делают в этом случае? Надо продлевать активное воздействие, надо это воздействие сделать в течение всей жизни, так же, как мы говорим о медицинском образовании. Медицинское образование это long life learning. То же самое с изменением стиля жизни. И сейчас этому способствует технологиям health, когда в кармане у каждого нас есть сотовый телефон, и тогда персонифицировано к каждому из нас должно приходить утром и вечером месседж о том, что же нужно сделать для того, чтобы твоя жизнь стала более здоровой, чтобы ты позже пришел к врачу, чтобы ты меньше загружал систему здравоохранения. И вы посмотрите, что наиболее востребовано. Это те программы, которые изменяют стиль жизни, лайфстайл, мониторинг сердца и ежедневная активность. Я надеюсь, что здесь все работает, но это не это сбрасывается в интернет и у меня есть база данных за мои последние два года. Я знаю качество сна, я знаю, сколько шагов я сделал каждый день, сюда добавляется, что я съел. Значит, у нас появляется огромная база данных по каждому из нас. И мне кажется, сейчас правильное время думать о Big Data. Это модное направление, но не только на популяционном уровне, но и на уровне каждого из нас. Каждый из нас источник огромного количества информации, которая теперь требует изучения, потому что это основа для персонифицированной медицины. Вот я показываю, сейчас этих устройств много, это браслеты, часы, носимые устройства, все что угодно, они доступны. Просто надо знать об этом и надо в области профилактики переходить к их активному использованию. Мы сейчас можем таким же образом определять состав продукта. Вот одна из разработок. Мы видим мобильное устройство, такой датчик в виде мышки компьютерной, сейчас, которая позволяет оценить качество продукта, состав продукта. И тогда мы видим, создается большая база данных всех продуктов. К чему это ведет? Это ведет к тому, что мне не нужно вручную вводить, что я съел утром, днем и вечером. Я посвятил этим устройством и эти данные автоматически вошли в мою базу данных. Значит, это все то, что позволяет совершенно по-новому подойти. Вот мой последний слайд. Как нам добиться здорового образа жизни? Понятно, что мы должны информировать жителей, граждан. И тогда очень важно данные доказательной медицины, мы должны обосновать это, почему мы это советуем. И мы используем все технологии МХЭЛС, для того, чтобы эти данные доводить до каждого, в течение каждого дня. Мы должны мотивировать в течение длительного времени. И здесь технология МХЭЛС незаменима, потому что сотовый телефон в кармане каждого из нас. И мы, конечно, должны создать условия, общество должно создать условия, чтобы мы могли безопасно пробежаться, чтобы мы могли есть безопасную еду, не содержащую трансжиров и так далее, и так далее. Это то, что происходит в Европе, то, что происходит в Америке, в большинстве стран Европы. Применение трансжиров ограничено на уровне 2%, начала Дания, сейчас большое количество стран присоединились к этому. И мне кажется, это хороший пример для России, если мы думаем о том, как уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, как ее оптимизировать, давайте начнем со здоровых людей, чтобы они ели здоровые продукты, чтобы мы доказали, что из этого действительно хорошо, и они будут наслаждаться жизнью, и значительно позже придут в нашу больницу. Спасибо. Спасибо большое, Олег Стефанович. И мы с вами отстаем от программы. Уважаемые коллеги, я с удовольствием передаю слово и приглашаю к выступлению Голиома ДД, Европейское бюро Всемирной Организации Здравоохранения. Доказательства как края и здоровье общества и европейская перспектива. Но Голиом сказал, что немножко поменял название. Пожалуйста, Голиом. Спасибо большое. Здравствуйте. Unfortunately, my Russian today is not good enough to address you in Russian, but I strongly hope that next time we meet I will be able to make at least half of my presentation in Russian. So, I'm really delighted to be here both on a professional way and a personal way. because Russia is a very important country for WHO Europe. It's one of our main partners, so it's really always a pleasure to come and work with Russia. And on a personal base, I'm French and we, Russia and France, have very strong links and very strong common cultural understandings of things. And so it's always a delightment for me to come and visit your country. So I'm really pleased at this two levels. So my presentation to you today will be more high level in the sense of I will try just to highlight the importance of evidence when it comes to public policy and more specifically to pharmaceutical policies. So just a quick word on the overall WHO framework. So in the scope of the Health 2020, we have two main aims to address which is transforming health services for the European region and moving towards universal health coverage. And as you can see, there are two free pillars that have been defined. and two of them are really of high relevance for us today. ... COVID-19 печенье. And they имеют большое значение в наши дни. Первое касается форма церкви, второе – это хорошее знание в области здравоохранения. И все это хорошо сообразуется с нашей сегодняшней программой. И почему же Так важны доказательства фармацевтической политики. Мы считаем, что доказательства на всех уровнях нужны для того, чтобы наша политика была правильной. И здесь это касается всей деятельности, деятельности представленной подготовки, подготовки, деятельности, которая осуществляется, и деятельность, которая будет осуществляться в будущем. Да, здесь мы также должны изменить систему управления фармацевтической. Что же мы имеем в виду под этим? Это система процессов, которые мы используем для распространения задач и обязанностей между всеми людьми, которые вовлечены в данный процесс. Здесь мы имеем следующие основные цели. Первое – это улучшение использования того, что у нас есть, это тех средств, которые у нас есть, улучшить общественную веру общественности в систему здравоохранения и предотвратить употребление небезопасных, неэффективных и неправильных видов медикаментов. И общая цель – это улучшить здоровье наших граждан и услуги здравоохранения, и доступ к хорошей, качественной и доступной медицине. И поэтому был запущен следующий проект, и в некоторых странах, скажем, в Киыргызстане или в Македонии, это бывшая Югославская республика Македония, там мы сделали следующую работу. Там мы оценили ту работу, то, как работает их система здравоохранения, как ее сделать более прозрачной, как иметь дело с различными конфликтами. Это очень важно, это критично, и это основывается на тех доказательствах, которые мы собираем и как мы их используем для того, чтобы улучшить производительность. Но сейчас это было, так сказать, общее представление. Если мы с вами предоставим политики медикаментов, то здесь мы можем увидеть систему тех видов деятельности, которые необходимо осуществлять в системе хроматевтики с самого начала до самого конца, когда данные медикаменты уже используются в населении вашей страны, я затронул две области. Первая – это поиск информации из различных источников. Для этого очень важны доказательства, что мы делаем. Мы продвигаем как раз так называемый сканированный горизонт. Что мы здесь делаем? Необходимо собирать информацию о медикаментах и технологиях, потому что вы должны знать, в каком направлении вы двигаетесь для того, чтобы занять наилучшие позиции в конечном итоге. Необходимо развивать хорошее и сильное партнерство в индустрии, чтобы знать, какие медикаменты скоро вытруты и поступят на рынок. Также нужно учитывать воздействие на бюджет, потому что здесь вы можете предугадать или предсказать, то, как это отразится на бюджете. Также это помогает инфицировать изменения в системе, которые необходимы для поддержки и использования новых медикаментов и технологий. Скажем, если вы можете предсказать, что данный, тот именно медикамент, поможет снизить патологию и в таком случае освободиться бочекой в госпитале, в него стоит инвестировать. И здесь стоит привести несколько примеров. В Великобритании существует система UK Farmers Can, это также во Франции мы ее называем комитет перспектив медикаментозных навалов. А в Европе есть общая система UK Farmers Can, которая необходима для того, чтобы совершенствовать нашу политику. И это все идет на пользу и населения, и самой системе здравоохранения, поскольку это предоставляет нам на и лучшее использование медикаментов и предсказание его эффектов. Это помогает улучшению развития новых фармацевтических препаратов. И что также очень важно, это технологии, оценки технологии здравоохранения, мы называем HTA. Мы считаем, что это не конечная точка, это все совокупность процессов, используемые для того, чтобы проходить к правильным решениям и убедиться в том, что решения, которые принимаются, они не основаны на предубеждениях. С помощью них вы сможете решить, стоит ли спонсировать этот медикамент или нет, какой здесь стоит рекомендовать, какой не стоит рекомендовать. Здесь стоит упомянуть следующие аспекты. Есть множество способов оценки HTA. Здесь можно сделать акнефно-клинических аспектах, фармакологии, о сниженных проблемах, о проблемах экономики. И это комбинация. Нет такого вот фантастического рецепта, магического рецепта. Всегда нужно учитывать совокупность целей и аспектов. И все это должно работать вместе, вкупе. И как же проводится HTA? Данные оценки проводятся, скажем, для создания новой совокупности знаний. И они по-другому используются доступные информации и для адаптации к местному контексту. Скажем, все в... Есть множество различных способов. Некоторые из них очень быстрые, как в северных странах. Они очень-очень лаконичные. Но мы часто рекомендуем следующее. Не обязательно организовывать агентство по вопросам HTA. У вас должен быть правильный менталитет. Вы должны знать, как правильно проводить данную процедуру. И это оставляет... Создаёт множество возможностей для международного сотрудничества. HTA занимает большое место в нашей программе. И... Как раз... Мы призываем использовать системы для того, чтобы обеспечивать поддержку странам. И принципы HTA должны быть интегрированы во все, так сказать, уголки системы здравоохранения для лучшего обмена информацией между странами. Что же мы делаем для того, чтобы продвигать систему HTA? Например, мы заработали так называемую программу WHO Choice для помощи странам. Здесь мы предлагаем несколько различных схем, чтобы они для себя выбрали. Какие из них наиболее уместны. И при, скажем, определении списка обязательных медикаментов, я не буду сейчас рассказывать об этом. Мой коллега Лоренцо вам получше об этом расскажет. Также будут разработаны руководства, уже разрабатываются, используя в принципе HTA. Также, как я уже сказал, HTA очень важный инструмент, но он не дает вам все ответы. Это, так сказать, путь к правильному направлению, указатель в правильном направлении. Что очень важно, это есть пункт, это не доказательство в принятии решений. И что касается последней части, сейчас я об этом говорить не буду, сейчас сегодня мы должны увидеть, насколько Cochrane и доказательства необходимы для того, чтобы разработать правильную рекомендацию руководства, правильно использовать медикаменты для того, чтобы пациенты получали необходимые медикаменты, именно те, которые им нужны. И сейчас я вам пытался рассказать, что система Horizon Scanning и HTA – это два типа деятельности, которые мы постараемся распространить по всему миру. Эти инструменты должны помочь тем людям, которые принимают решения, принять правильное решение. Но они могут быть использованы только тогда, если у нас есть достаточное количество доказательств. Это очень важно, потому что здесь мы должны продвигать прозрачность. И для того, чтобы процесс был эксплицитным, создание и обмен доказательством, очень критично нам нужно подчеркнуть, что доказательства в перспективе общественного здравоохранения в том, что здесь не должно быть политического давления идеологии в выборе правильного направления и правильных доказательствах. Здесь не должно быть какого-то предупреждения, для того, чтобы данные доказательства использовались наиболее эффективно, потому что если вы будете предоставлять доказательства, которые основаны на предупреждениях, это как раз то, чего хотел избежать господин Кокрейн. Мой вывод очень прост. Для нас доказательства крайне важны и необходимы на всех уровнях политики здравоохранения. И здесь важен и менталитет, и понимание того, что доказательства необходимо использовать при принятии решений. И это снижает как раз процент неправильных решений, которые принимаются, и это улучшает справедливость. И также инициатива, которая поступила для того, чтобы создать данный центр, это важный шаг в развитии политики доказательной медицины в России. И я очень восхищен, что это случилось. И я с удовольствием ожидаю наших домических встреч в будущем, потому что мы идем в правильном направлении. Если вас заинтересовало то, что я вам сказал, тогда я вам настоятельно рекомендую посетить наш веб-сайт и скачать данную презентацию об доступе к медицинскаментам в Европе. И хочу вам сказать, что на прошлой неделе мы опубликовали перевод данных книг в сети. Как кто-то сказал, языковой барьер, его очень важно преодолеть. Поэтому, если вы заинтересованы, пожалуйста, посетите данные сайты, и я всем радуюсь отвечу на ваши вопросы посредством электронной почты. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, Гульон. И, уважаемые коллеги, завершающее выступление в программе нашего утреннего пленарного заседания выступление Бран Кемрлиес о Кокрейновской библиотеке, Кокрейновская библиотека введения, выступление от издателя Кокрейновской библиотеки Уайли. Пожалуйста, Бран Кемрлиес. Следующий. Следующий. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Я не исследователь. Здравствуйте. Я не исследователь. Я мало что знаю про медицину, но у вас очень интересная тема. Я надеюсь, что моя презентация будет для вас полезной. У нас очень плотные связи с сообществом исследователей. В своей презентации я буду говорить о Уайли. Это один из крупнейших издателей в мире, издательских компаний. Затем я буду говорить про Кокрейновскую библиотеку, которая публикует материалы исследователей. Уайли был источником информации на протяжении более двухсот лет. Наш контент, продукты, помогают исследователям, профессионалам, учителям и студентам по всему миру достигать своих целей. Уайли был основан в 1807 году, Чарльзом Уайли, который открыл маленькую типографию. Для начала он печатал работы для других издателей, а затем открыл свое собственное издательство. Сегодня мы вовлечены в создание статического контента и услуг, предоставляющих контент, доставляющих контент до пользователя. Мы публикуемся по всех основных академических областях. У нас более 100 подкатегорий в 8 основных категориях. Уайли также крупнейшее общество издателей. Мы сотрудничаем с более чем 90 издательствами публикации их журналов в электронном виде. Уайли – один из издателей, который публикует большое количество работ Нобелевских лауреатов. Из 869 Нобелевских лауреатов у нас опубликовалось более 450. Наши материалы находятся в онлайн-библиотеке Уайли, где расположено 6 миллионов статей, и каждый месяц к нам заходят 13,5 уникальных пользователей, 13,5 миллионов. В нашем портфолио более полутора тысяч журналов, 16 тысяч и более онлайн-книг, 180 многотомных энциклопедий, 17 протоколов и 11 баз данных. Наши журналы собираются в коллекции. У нашей коллекции 41 400 журналов, включая научные, технические, медицинские коллекции. Есть медицинские и сестринские коллекции журналов, которые насчитывают более 400 журналов. У нас есть журнал по онкологии для клиников с крупнейшим импакт-фактором в мире. В нашей истории мы много чего опубликовали, однако онлайн-книги отличаются тем, что они доступны всем пользователям, которые приходят с одного IP. В этом отличие онлайн-книг от электронных книг. Электронные книги приходят через агрегаторы и доступны только на одном устройстве, а онлайн-книги доступны на нашей платформе. Как мы говорили, у нас есть 17 протоколов, которые предоставляют исследователям доступ к наиболее последней информации и последним лабораторным протоколам. У нас есть 11 баз данных по химии и доказательной медицине. Мы также работаем с Кокрэйновской библиотекой. Кокрэйновская библиотека – это единый надежный источник доказательств в области здравоохранения. Эта библиотека организована сотрудничеством Кокрэйн, это некоммерческое сотрудничество Кокрэйн. Информация по здравоохранению окружает нас везде, но как выбрать между двумя похожими по эффективностям способами лечения или лекарствами? Как нам добиться толка от большого количества исследований, проводимых по всему миру? Кокрэйн библиотека – это коллекция баз данных, содержащих большое количество разнообразных, высококачественных, независимых доказательств, которые дают возможность принимать информированные решения в области здравоохранения. Это также единый надежный источник информации, который не зависит от коммерческих организаций. В библиотеке Кокрэйн сосредоточено лучшие доказательства, накопленные за последние 20 лет в области здравоохранения. В 2017 году было 4,2 миллиона материалов, и просмотров. Сегодня у нас около 6 тысяч скачиваний полных статей и 10 миллионов просмотров аннотаций. Вот такая у нас посещаемость. Кокрэйн библиотека публикуется в онлайне с дателем Wiley, доступно по следующему интернет-адресу. Если вы еще там не были, я рекомендую туда зайти. Библиотека Кокрэйн имеет обзоры по основным тематикам исследования. Что представляет собой систематический обзор? Кокрэйновский систематический обзор состоит в базе данных систематических обзоров, которые выявляют определенная интервенция или какая-то болезнь, применимы друг к другу или нет. Применимы ли то или другое средство для лечения той или иной проблемы. Кокрэйновская библиотека также суммирует результаты собранных рандомизированных контролируемых исследований по какому-то направлению в едином документе. Систематические обзоры Кокрэйн доступны в формате HTM или PDF на сайте Кокрэйновской библиотеки. Каждый систематический обзор Кокрэйн подходит под определенный формат, составлен в формате и написан простым языком. Все новые обзоры Кокрэйн содержат резюме выводов в форме таблицы, конспект выводов. В обзорах содержат численные результаты исследований, которые можно скачать в формате PowerPoint. Кокрэйновские обзоры также содержат библиографические ссылки на литературные источники. С главной страницы Кокрэйновской библиотеки можно вести поиск по Кокрэйновской библиотеке и получать данные из базы данных. Кокрэйновской библиотеки также содержат клинические ответы Кокрэйн, которые могут быть от 100 до 200 страниц. Клинические ответы Кокрэйн дают краткое изложение исследований. Они более полезны практикующим врачам, нежели исследователям. Они более пригодны для практики. Сейчас у нас 810 клинических обзоров. До конца года мы еще 100 планируем подготовить. У нас есть также редколлегии Кокрэйновские. У нас есть бесплатный подкаст. Для бесплатного скачивания доступны более 100 подкастов, посвященных основным темам, наиболее важным темам. Подкасты можно слушать онлайн. Существует также обучающий центр Кокрэйн, который направлен на воспитание профессионалов. Все данные из обучающего центра основаны на высоких стандартах аккредитации данных. Наконец, и есть издание Кокрэйн для айпэда, где собрана месячная коллекция наиболее ценных материалов. В каждом выпуске новые и недавно обновленные обзоры, адаптированные для айпэда. Их можно скачать. И если вы хотите узнать больше, есть страничка помощи на сайте. Можно подписаться на бесплатные курсы и тренинги, чтобы понять, как лучше и более эффективно использовать Кокрэйновскую библиотеку. Для этой библиотеки мы... Для участников библиотеки мы предлагаем 30-дневный бесплатный треальный период, период испытания, чтобы у вас была возможность оценить, как Кокрэйновская библиотека работает. Да, обращайтесь ко мне, я дам вам бесплатный доступ. Если у кого-то есть вопросы, я буду рада на них ответить. Спасибо за внимание. Спасибо, Бранко. Спасибо, Бранко. Уважаемые коллеги, у нас осталось 5 минут до нашего времени завершения пленарного заседания. Если есть какие-то вопросы к докладчикам, это то время, когда их можно задать. Пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, к кому вопрос? Мы пригласим всех наших выступавших сюда. У нас стулья не очень... Большое спасибо. У меня вопрос к профессору Медведеву. Олег Стефанович, пожалуйста. Вопрос касается, опять-таки, пальмового масла. Ведь мы, как о российской проблеме, говорим о том, что пальмовым маслом заменяются молочные жиры. То есть, вот, и основная проблема – это не замена трансжиров пальмовым маслом, а замена молочных жиров пальмовым маслом. Вот, есть ли какие-то свидетельства, касающиеся этой технологии? И второй вопрос, если позволите, вы в конце лекции говорили о безуспешности популяционных технологий. Но что вы думаете о таком проекте, как Северная Карелия, и о результатах этого проекта? Проект Северной Карелии продемонстрировал чрезвычайную успешность интервенций на популяционном уровне. Спасибо. Спасибо большое за очень интересные вопросы. Значит, то, что касается пальмового масла. Моё представление в данном случае ситуации в России, она связана с недобросовестной конкуренцией между производителями, никакого отношения не имеет к качеству пальмового масла. Значит, то, что люди говорят о том, что это будут вводиться в качестве заменителя молочного жира, значит, это может быть. Такие продукты называют молокосодержащими продуктами, и там должно быть написано, что там содержится пальмовое масло. Значит, если это соблюдается, то никаких других проблем нет, то есть вреда для здоровья нет. И более того, как вы упомянули, проект Северная Карелия, очень хороший проект для нас, прекрасный пример, когда руководство Финляндии и отдельного региона Северной Карелии могли достучаться до каждой домохозяйки. Они убедили каждого члена этого региона, что нужно уменьшить потребление животных жиров. И вы знаете, что они снизили потребление сливочного масла в 10 раз. И снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз. Лучший результат в мире. И сейчас все рекомендации скандинавские и так далее базируются на опыте Финляндии. Замечательный пример. Поэтому ответ на ваш вопрос. Добиться результата можно, но для этого нужно достучаться до каждого члена общества, до каждой ячейки. Финны это сделали. Я был специально там, знакомился. Мы были несколько дней в Финляндии, знакомился с этим проектом. Молодцы. Но как они сделали? Они пришли в семью каждого. Они устраивали вечеринки во дворах финских домов. И они показывали, как можно вкусно приготовить без сливочного масла. Я их спрашиваю, ну вы же производители масла, что же вы с ним делаете? Они с гордостью говорят, а мы его продаем в Россию. Спасибо большое, Олег Стефанович. Все в порядке, Лена Агизна? Есть еще вопросы, уважаемые коллеги, к нашим докладчикам? Если вопросов больше нет, уважаемые коллеги, тогда разрешите я несколько слов скажу. Вы знаете о том, что наша конференция аккредитована в системе новой модели непрерывного медицинского образования Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Участники конференции получат сертификаты об образовательных кредитах, как учебных часах, которые будут засчитаны при очередном повышении квалификации. Это будет по завершении вечернего пленарного заседания. Таким образом, уважаемые коллеги, дорогие гости, дорогие друзья, благодарим вас за активное участие в утреннем пленарном заседании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова